МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание! 27 апреля открытие Олимпобувь. Подарки всем покупателям. Ждем вас по адресу Зорги 66. Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Нетрезвый водитель автомобиля Реной снес опору городского освещения. На улице 2-я Старая Рокчинская от сильного удара столб подломился у основания и рухнул на проезжую часть, переградив дорогу. Водитель отрицать вину не стал и почти сразу согласился пройти тест на алкоголь. Он пьяный, но... И спокойно вас что-нибудь? Нормально все? Не надо вас ничего? Нормально? Ничего не болит? Несмотря на серьезность аварии, водитель не получил ни царапины. Пьяным, как водится, везет. Но вот и объяснить, что произошло, мужчина решительно не мог. Из его невнятной речи можно было понять лишь то, что он говорит о неком велосипедисте, который оказался на пути его машины. Позже стало ясно, что не так давно мужчина уже был лишен прав. Похоже, прежде чем забрать машину со штрафстоянки, мужчина крепко отметил это событие. По базе еще не пробили, лишенник вроде бы. На дверях все еще наклейка, а оно ПДД стоит у него. Сегодня машину вытащил, говорит. Дальше стало еще интереснее. По словам знакомых, не так давно мужчина был водителем автобуса, но был уволен за пьянство. Но, похоже, это не стало для водителя уроком. А вы кем работали до этого? 268 на автоколе. Водителем работал. На царапе. Автобус водили, что ли, да? Да. Забрали у него. Когда? На той неделе, что ли? А за что лишили? За пьянку. Повезло, что на дороге в момент падения столба не оказалось ни машин, ни случайных прохожих. Впрочем, самого водителя это, похоже, совершенно не беспокоило. Давай. Давай, 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 давай. Один, 248. Это слишком много, слишком. А сколько это в пересчете на автокольте получается примерно? Стакан. Ну, где-то, ну да, стакан, наверное, вот примерно, да, большой стакан же есть. Возможно, теперь мужчину ждет административный арест за руль автомобиля, и уж тем более автобус, он сядет теперь не скоро. На улице Дементьева во время буксировки загорелся экскаватор. Строительная техника находилась на жесткой сцепке, и пламя в любой момент могло перекинуться на ведущую машину КамАЗ. Поэтому шофер в первую очередь стал спасать свой грузовик. Мне помогали, да. Огнетушитель давали свои? Даже брызгали, помогали, да, все. Как рассказал водитель КамАЗа, повезло, что на выручку пришли очевидцы. Справиться с пламенем с помощью огнетушителей было невозможно. Но все же на несколько минут огонь удалось сбить. За это время шофер успел отсоединить грузовик от горящей техники. Я сперва задний борт снимал, когда боялся, чтобы машина загорится. Потом сперва поднялся, задний борт снимал. Потом чуть-чуть приподнял, он же копчик у меня в обложении был, и перед давал. Из-за чего загорелся экскаватор, никто объяснить не смог. Двигатель у техники был отключен. Сам машинист ехал позади на своем автомобиле. Когда заметил дым, начал сигналить буксировщику, чтобы тот остановился. Прибежал, смотрю, говорит, у тебя есть? Я говорю, есть. Взяли и вот, начали тушить. Ну, что, не могу себе, не затушил. Машинист утверждает, что до этого проблем с электропроводкой экскаватора не было. Тем не менее, дознаватели считают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. На улице Музыкальная загорелся учебный цех профессионального училища. К приезду пожарных огнем была охвачена крыша здания и часть чердачного помещения. Цеха, принадлежащая училищу, сейчас занимают несколько арендаторов. Днем здесь трудится до семи человек, но к моменту возгорания все они уже покинули здание. Огонь, который вспыхнул на чердаке, заметили местные жители. А вот по мнению очевидцев, угроза все же была в здании постройки 20-х годов деревянные перекрытия. Кроме того, вплотную к цехам располагаются около 200 гаражей. Причиной возгорания люди считают детскую шалость. Здание никем не охраняется и попасть на чердак местные детвора могут совершенно свободно. Лично мое мнение, вон видите там дырка, да? Вот мы и рядом гаражи там. И вот я все время предупреждал, что закрыли этот вход. Дети там лазят все время на крышу. Вот долазились. Ну лазят, значит, да, курили, может, и что? Выкинули окурок. Кто будет возмещать ущерб от пожара, пока не ясно. Несмотря на то, что цех и оборудование в нем не пострадали, крышестроение потребуется серьезный ремонт. Рано утром на улице Батаршина лада 12-й модели на всем ходу протаранила припаркованную обочину «Газель». От удара последняя откатилась на 50 метров и едва не врезалась в бетонный столб. Состояние тоже непонятно. Ну запах и прочего там, не знаете. Какой-то тут не дает, его бы вытащить. Водители и пассажиры лады доставали из разбитой машины бойцы пожарной охраны. Оба человека получили серьезные травмы. Впрочем, это и неудивительно. По словам очевидцев, лада мчалась с огромной скоростью. Скорость. Все, больше ничего нет. Скорость. Вот она, дорога, видишь, полили. Все занесло и ушел. За несколько минут до аварии по улице Баттершина проехала поливальная машина. Похоже, что на мокром асфальте мужчина просто не справился с управлением. Вся сила удара пришлась на водительскую сторону. Лицо в крови, ноги зажаты. Может переломать. Ноги зажаты были. Ну в сознании. В сознании, да. Запах алкоголя не наблюдалось. Как вот не в адекватном состоянии человек мог находиться и от болевого шока. Разбитый автомобиль временно отправится на штрафстоянку. Владельцу же «Газели» теперь придется взыскивать ущерб со страховой компанией виновника ДТП. Если бы все случилось не в утренние часы, а днем, то пострадавших в этой аварии могло быть и больше. После перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Ну а еще на проспекте Ибрагимова Лада 14 модель на полном ходу врезалась в стоявшую у обочины легковушку. При этом едва не сбив водителя, который в этот момент как раз выходил из салона. По словам очевидца происшествия, трагедии не произошло только благодаря сноровке молодого человека, который успел буквально отпрыгнуть от мчащегося на него автомобиля. А вот его легковушки, в которую и влетела 14-я Лада, досталось как следует. Вышел, включил аварийку, начал перестраиваться. Во время, для того, чтобы достать знак аварийный, он только вышел из машины, увидел то, что летит автомобиль ВАЗ-2114. Успел отскочить в сторону, и вот произошел удар на том месте. И машина уже без водителя даже, сюда переехала на поребрик. Уходила с другого установления. А та машина, от которой вы уходили, не остановилась? Нет, она спокойно уехала. Водитель Лады 99-й модели, которого едва не сбила 14-я, от каких-либо комментариев отказался, но откровенно признался, что не видел никакого постороннего автомобиля, который якобы подрезал 14-ю и спровоцировал аварию. Так или иначе, полную картину происшествия теперь будут восстанавливать сотрудники ГАИ. Ну и если вы стали очевидцем происшествия или сняли интересное видео, звоните 248-0202 или пишите на электронную почту. Рома, 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 Рома. Нормально, нормально. Нормально, козел. Козел. Большие грузы и автомобили Рено столкнулись на перекрестке улицы Декабристов и Королева. Водитель длинномера до последнего момента пытался избежать аварии. В результате грузовик снес забор и вылетел на тротуар. Вы откуда куда ехали? Откуда вот так вот. Водитель автомобиля Рено достаточно эмоционально рассказывал о том, как и куда именно двигался. Мужчина не отрицает. Именно его неожиданный маневр заставил водителя длинномера резко вывернуть руль и вылететь на тротуар. Правда, избежать столкновения все равно не удалось. Ну, он со средней полосочки встраивался. И все. Получилось подрезать. И там все уйти. Вот средний ряд. Идите, посмотрите на дорогу. И все-таки уверен водитель Рено, именно благодаря своевременной реакции водителя длинномера последствий аварии удалось свести к минимуму. Больше всего пострадал железный забор, отделяющий тротуар от проезжей части. Рено получил незначительное повреждение, больший груз и вовсе всего пару царапин. Ну и на улице Чешмеле девушка, управляя автомобилем Toyota, не справилась с управлением. Пересекла тротуар, снесла декоративный забор и остановилась в полисаднике, едва не врезавшись в стену жилого дома. Собравшиеся на месте представительницы прекрасного пола к происшествию в их дворе отнеслись со снисхождением, как только узнали, что автомобилем управляла женщина. Подумаешь, перепутала педали. Слабому полу простительно бывает. Многих интересовал совсем другой вопрос. А я, как старший по дому, прежде всего переживает наш заборчик, чтобы нам это устранили, сделали, как было. Автоледи на вопрос, кто теперь вернет полисаднику, прежний вид отвечать не стала, зато объяснила всем собравшимся причину происшествия. По словам женщины, педаль она не путала всему виной на польный коврик, который иногда мешается под ногами. Под педаль иногда залазит. А тут он раз зацепился и не заметила, я не знаю. Нажала на газ и об коврик педаль газа задержалась. Вы не перепутали педали? Нет, я не перепутала, я не успела отреагировать, тут места мало. По счастливой случайности в момент аварии на тротуаре не оказалось пешеходов. Автомобилю теперь предстоит капитальный ремонт. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. На эфир продолжит тема. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Дружба – это ГКШ, верность – это ГКШ, это место нашей встречи ГКШ. Пели некогда по всему необъятному Советскому Союзу. Сегодня Казанский городской комсомольский штаб отметил свой 55-летний юбилей. Вспомним, как это было прямо сейчас. Не переключайтесь.